Любая материя, да и сам человек — это набор атомов, молекул. С этой точки зрения весь наш мир — молекулярный конструктор. Значит, можно брать отдельные кубики и собирать. Донорское сердце, электронную кожу, даже надувные автомобили. Спрос на такие удивительные вещи растет с реактивной скоростью. Однако многое до сих пор существует лишь в теории. Вы когда-нибудь видели огромную очередь в Институт химии? Профессор Хаса Кенни видел. В ночь музеев на биржевом проезде Васильевского острова цепочка желающих попасть в Институт высокомолекулярных соединений Российской Академии наук тянулась от Невы. Самый крупный научный центр России в области науки о полимерах впервые открылся в широкой публике. Вот так на велосипеде приезжает на работу в Институт известный итальянский ученый. Один из ведущих мировых специалистов в области полимерных нано-композитов. Профессор уже 4 года живет в Петербурге. Сводчатый коридор ведет в его лабораторию моделирование полимерных композитов. Но ради чего он переехал? Этот институт известен в мире своими разработками в области так называемой computational science, вычислительной науки, вычислительных методов. Мы предложили заняться некоторыми новыми материалами и совместить науку вычислительную и экспериментальную. В этом и заключается мой основной вклад в общее дело. В итоге мы стали одной из сильнейших в Европе групп, создающих новые материалы. Мировые тренды в инновациях, их всего, наверное, 4. Это software, то есть некое программное обеспечение. Это hardware, но в основном имеется, наверное, электроника. Третье – это материалы, которые нужны для всего. И для hardware, и для медицины, для вообще всего. Ну и четвертое – это наука о жизни во всех проявлениях. И новые лекарства, и какое-нибудь специальное питание, и персонализированная медицина, и так далее. Можно выделить пятое направление – это как некое гуманитарное направление, это проблемы общества как потребителя этих инноваций. Но вот во всем этом материалы отдельно присутствуют, как отдельное направление. Новые материалы – основа новых решений во всех областях промышленности. Институт существует с 1948 года. В 90-е говорили о закрытии. Сейчас же здесь идет реакция ренессанса неорганической химии. Ученые получили сразу три государственных мегагранта. Запустили международные лаборатории, пригласили химиков звезд, купили передовое оборудование и создают новые полимеры. Мы до сих пор самый крупный научный полимерный центр в стране. То есть вот только полимерами, мы самые большие, кто этим занимается. Институт занимается термостойкими полимерами с самого своего начала, с 1948 года. Сначала мы разрабатывали просто полиэмиды, как наиболее термостойкие полимеры. Потом мы перешли… Они настолько термостойкие, что их температура размягчения, когда они должны становиться мягкими, она начала совпадать с температурой термодеструкции, когда полимер уже разваливается. То есть их нельзя было перерабатывать из расплава. Вот из него нельзя сделать. Знаете, полиэтилен нагрелся, он такой капельками капает, да? Вот термостойкие полимеры не термопластичные. То есть они не пластичны при высоких температурах. И можно перерабатывать только из раствора. То есть самая химическая реакция заканчивается вот при высушивании, скажем так. И это очень энергоемкие технологии. Они не очень экологически безопасны. Соответственно, переход к термопластичным, термостойким полимерам – это некий новый шаг. И он тоже был сделан и за рубежом, и у нас. Но только за рубежом эти полимеры уже внедрены, они уже выпускаются. А мы пока что ограничились в стадии разработки. Я беру образец культуры ацетобактер силен, который является продуцентом целлюлоза, и добавляю его в питательную среду. В термостате, который у меня за спиной, он будет жить, питаться в своей питательной среде бактерии и размножаться. А побочным продуктам в жизни деятельности будет целлюлозная пленка, которую мы потом соберем, отчистим от микроорганизмов и от других, и от питательной среды. И будем ее химически модифицировать и получать материал на ее основе. Сейчас направление сконцентрировано на создании новых процессов получения целлюлоза, в частности, бактериальной целлюлозы. Это целлюлоза, в отличие от того, что мы получаем из хлопчатника, там 98% степени частоты, ну и древесная целлюлоза, там и лизичных войных пород. Это целлюлоза высокой степени частоты, высокой молекулярной массы, способна связывать большое количество воды, обладает повышенной биосовместимостью и биоинертностью. Поэтому она является перспективным материалом и используем в качестве носителя для различных лекарственных средств. Если вы засунете целлюлозу в организм, с организмом ничего не случится. Это самое первое, что необходимо для материалов, для медицинских целей. Дмитрий Толмачев – научный сотрудник лаборатории полимерных биоматериалов. Его задача – понять, как надо изменить структуру целлюлозы так, чтобы бинт из нее не прилипал к ране. Пострадавших с ожогами в лаборатории при этом нет. Взаимодействие мембран клеток человеческой кожи с молекулами целлюлозы ученые моделируют в компьютерной программе. Возможность получать хорошие математические модели, описывающие поведение новых материалов – это большой шаг вперед для современной науки. Ведь мы не можем бесконечно проводить эксперименты по синтезу новых молекул и веществ. Зато мы можем сначала проверять любые наши идеи на компьютере. Так вычислительные методы служат прикладной науке и созданию новых материалов. Это главная заслуга полученного нами «Мегагранта». Если вы бактериальную целлюлозу запускаете в минеральный раствор, происходит минерализация, и получается материал типа искусственной кости. Если внутри этой целлюлозы, гидрогеля, вы синтезируете некий новый полимер, то получается материал типа искусственного хряща. Искусственный хрящ испытывается уже на кроликах в институте вреда. А вот так он, искусственный хрящ, выглядит в многократном увеличении. Создан на основе технологии, разработанной в лаборатории гидрофильных полимеров. Проблема, так сказать, заболевания с истиранием хрящей очень, значит, остра, поэтому проблема такая есть. И вот целлюлозу мы используем в качестве некой, значит, сетки, каркаса, вокруг которого создаем, значит, гидрофильную матрицу из лодорастворимого полимера полиакриламиды, полиакриловой кислоты. И вот такой, значит, армированный гель, армированный целлюлоз обеспечивает хорошие прочностные свойства, деформационные прочностные, а главное, значит, знакопеременные нагрузки. По своим свойствам физико-механическим он близок к естественному хрящу. Вскоре мы займемся 3D-печатью биологических материалов. В будущем, думаю, мы недалеки от того, чтобы получить органы или части тела здесь, в лаборатории. Имитация биоматериалов – не единственный вклад полимеров в развитие современной медицины. Именно полимеры помогают лекарствам действовать избирательно, как пуля, попадать точно в цель. Нам нужно, значит, в какой-то орган, мишень, например, в печень, там, селезенку или что-то транспортировать вещество. Как это нужно? Значит, для этого надо иметь определенные специальные функциональные группы или так называемые векторы, которые обеспечивают избирательное взаимодействие вот этой всей системы с данным органом или с данными клетками. Берется макромолекула. Ну, представьте себе нитку или бусы, лучше всего, разного цвета, где каждая бусина обладает определенными функциональными свойствами. И вот вы можете на эту макромолекулу насадить любые, там, нужные лекарственные вещества. Там, противотуберкулезом, противомикровным, там, или еще какими-то свойствами, чтобы он обладал. И все. И вот, как бы, этот червячок или эта цепочечка имея вот этот самый специфический гигант взаимодействия с рецептором, находящимся в этом году, туда транспортирует. Вот в этом суть заключается. Пленка будет, так сказать, нанесена на некий другой полимер, который, так сказать, достаточно такой, так сказать, с одной стороны прочностью, с другой стороны гибкий. И все это вместе можно будет, так сказать, сворачивать там. И это может быть какой-то такой, значит, экранчик дисплея для современных, так сказать, приложений. Если вам требуется экран для смартфона, который можно свернуть в трубочку, вот он. Гибкая полимерная пленка для электроники ближайшего будущего. Органический светодиод превращает электроны в свет. Мы разрабатываем полимеры для применения в оптоэлектронике, которые содержат хромоформные или миноформные группы, на основе которых могут быть получены разные гибкие пленки, достаточно прочные. Вот видно, что их трудно порвать руками. И они могут быть окрашены в разные цвета, могут менять свой цвет в зависимости от присутствия разных там в среде примесей. Отечественный гибкий дисплей из такой пленки может появиться в продаже лет через пять. Но сейчас для промышленного внедрения полимерные пленки еще не готовы. Мы должны подобрать состав полимера таким образом, чтобы обеспечить максимально высокую яркость излучения, максимальную световую эффективность, преобразование электричества в световое излучение. В зависимости от того, какой цвет излучения нужно обеспечить, мы вводим временофоры, излучающие в этой области спектр. Это могут быть синие, зеленые, красные, а может быть какая-то их смесь, которая дает что-то близкое к белому излучению. А дальше еще дополнительные группы вводятся, которые позволяют повысить яркость этого излучения и световую эффективность. Для современных конструкций нам нужны многофункциональные и очень легкие материалы. Например, этот пластиковый болт. Он может заменить стальной, так как обладает теми же свойствами, но при этом он очень легкий. Используя такие болты, мы можем уменьшить вес будущей конструкции и повысить ее надежность. Это важно, поскольку мы говорим о космических ракетах, самолетах или кораблях. Оказывается, в Петербурге и судостроение уже переходит на композитные материалы. Но к пластиковому корпусу корабля сложно прикрепить железный болт. Композитный крепеж из углерода с примесью базальта подходит лучше. Институт выбран координатором всех работ в области полимерных, гибридных композиционных материалов для судостроения Отечества. То есть мы выбраны УСК как координатор фактически новых материалов для судостроения. Мы планируем открывать центр материалов для судостроения, современных, новых, на базе нашего института. Композитный крепеж институт разрабатывает в первую очередь по заказу Средненевского судостроительного завода. Но сам болт оказался настолько важным, что получил поддержку научно-координационного совета Минпромторга. Промышленность, биомедицина, наноэлектроника. Ученых внимательно слушает делегация из Японии. Мы представители завода, который производит оборудование для научных исследований, в том числе в области химических соединений. Нам интересно, что здесь создают, например, в сфере новых композитных материалов, чтобы развивать сотрудничество. Совмещение фундаментальных исследований и прикладных разработок – задача в современных реалиях непростая. Для настоящих ученых – тех, кто в каждом вызове видит шанс расширить границы возможного и невозможного. Почему мы участвуем, например, в «Ночи музеев»? Потому что это творчество. «Ночь музеев» – это культурные проекты какие-то. Музеи – это некое хранилище творческих идей и результатов творения человека в культуре, в искусстве, везде. А наука – это тоже творчество, только немножко другой тип. Поэтому, в принципе, человек, когда занимается научными разработками, он тоже творит. Это творец, поэтому новые идеи без них вообще никуда. О новых достижениях расскажет «Матрица науки». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова